И всем привет, ребят, с вами Старвайки, я сейчас записываю новый ролик, в сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами находимся на нашем специальном аккаунтике, уже с новыми викинга фризами XT, и сегодня мы будем обозревать и тестировать новое устройство на корпус, а именно на корпус викинг, это устройство драйвера. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш по тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, но и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы сегодня рассмотрим этот самый замечательный драйвер, честно вам скажу, я уже его раскатил на мегадонате, видос еще пока что на мегадонате не вышел, но сегодня он точно будет у нас на каналчике. Посмотрим как себя покажет драйвер в рамках нашего замечательного матчмейкинга, ну и рассмотрим мы его, давайте на какой-нибудь такой интересной пушке. На фрезе конечно можно было бы дать вкусного контактика, но нам надо что-нибудь такой средней дальности, либо вообще дальнобойную пушку для того, чтобы быстро накопить этот овердрайв. Итак, давайте попробуем с громом, давайте попробуем с громом, попробуем дать контентика именно на этой пушке, ну и по устройству, по устройству, давайте возьмем грома на дальность, вот это может быть реально вкусно. И попробуем запикаться как раз таки на большую карту и посмотреть, что у нас из этого всего дела получится. В моем понимании, викинга гром на дальность на большой карте может очень быстро накапливать овердрайв на драйвере, ну и посмотрим вообще, насколько будет его скорость набора. На мега донате у меня что-то было около двух минут, быть может сейчас здесь будет все это дело намного еще и быстрее. Так, громчик у нас уже на контактик начинает залетать вкусненький. Так, мы запикались грубо в 9.30, я запикался на карту, ну и смотрим, насколько быстро я этот овердрайв заработаю. 30% у меня уже как с куста, просто как с кустика, начинается развалиссимо и наша задача вообще пикать здесь под оппонента, который, ну по идее, должен под меня открываться. Здесь гауссик с резистом, по харечку бы попасть еще тычку вкусненькую, хорошую, 50-ка есть, 50-ка есть и мне фулс вадейла залетает от скорпиона, благо у меня резист от него имеется. 56% овердрайва уже есть на контактик, давным-давно не играл на громе с дальностью, ну и здесь есть отличная возможность его как раз таки и реализовать под как раз таки еще и новое устройство на викинга. В 9.30, да, если я не ошибаюсь, я запикался, у меня уже 80% овердрайва спустя сколько, спустя полторы минуты, за две минуты тоже здесь будет накопилово, или может быть даже быстрее, 90% овердрайва. За килл у нас дают по 6, если я не ошибаюсь, процента овердрайва. 6% овердрайва, это крайне-крайне много, вот и все, овердрайв есть. Полторы минуты накопления овердрайва на викинге. Полторы минуты, пробуем слить джаггера, шикарно сливаем его, ну и уходим на респ. Накопление нового овердрайва начинается с 7.40. Смотрим за скоростью набора. Если реально полторы минуты, то это мега быстро. Это очень быстро, полторы минуты это очень быстро. Так, сколько нам надо делать киллы? Нам надо делать киллы, потому что если мы киллы сейчас делать не будем, то у меня овердрайв копиться-то быстрее тоже не будет. Поэтому оформляем киллочки. Джаггернаут у нас пушит на мост. Супер агрессия от джаггернаута вражеского у нас появляется. Так, ну и пробуем навалить. Так, еще есть контактик. Голды у нас тоже начинают падать. Так, у нас было 7.40. 30% овердрайва у меня уже есть, при том, что я дал только 2 килла. Джаггернаут у нас вражеский в минусе. Кстати, за джаггера, например, повышенный процент овердрайва дают или не дают? Вот в чем вопрос. Голд у нас падает на мосту, 50% оверки уже имеется. Практически минута уже прошла у нас. Практически одна минутка. Так, ну и надо, чтобы противник под нас как-то пикал. Чтобы противник под нас как-то открывался. Потому что если противник под нас открываться не будет, то у меня и процент расти овердрайва тоже особо не будет. Скорпион мне жесткий залетает в голову. Так, пробуем еще по шафту. 60% овердрайва есть. Практически уже полторы минуты у нас прошло. Еще овердрайва процентик есть. Но киллы, киллы, киллы. Нам нужны киллы. Противник очень пассивно начинает стоять. Не открывается под нас. А если противник не открывается под нас, то, соответственно, и я дополнительного-то процента крайне мало получаю по овердрайву. Железная сводочка залетает мне в головешку. Так, ну и пробуем еще. Есть еще килл. И буквально минута 40. Минута 40. Вот сейчас где-то около минуты 40 накопился у меня этот овердрайв на нашем замечательном викингом громе. Так, попробуем сейчас открыть джиггернаута. Попробуем его слить. Не знаю, получится. Нет, с этой позиции, скорее всего, мне не получится. Здесь выжималову сделать. Хотя, попробовать. Полторушка на накидку. Полторушка на накидку. Наша задача, чтобы... О, шикарно, джиггернаут падает вниз. Это очень хорошо. И вот сейчас как раз-таки с этой позиции я его могу и поймать. Открываем в мост. Так, джиггернаут вжимает свой овердрайв. Так, и мы... Ах! Только начинал раскручивать своего грома. И сразу же мне прилетела плюшка. Так, 5-10, ребяточки. 5-10 у нас до конца. Накопление начинается нового овердрайва. Смотрим, что у нас из этого всего дела получится. Надо слить этого викинга снизу. Отлично. Так, ну вообще, в принципе... В принципе, я даже мог бы и свои бы овердрайвы тоже здесь на реализацию дать. Но тогда мы драйвер не сможем реализовать. А так, конечно, под джиггернауты, которые нажимают свой овердрайв, очень хочется раздаться сразу же в моментике, чтобы тоже контентика ему поддать за такие движения. А то я не очень сильно люблю, когда так противник у нас агрессирует в нагляк. Так, в упоре очень мало урона у нас, грома на дальности залетает. Но пробовать, пробовать надо. Пробовать надо. Раскручивать 50%. Сколько у нас было вообще времени? Пять вроде как минут, если я не ошибаюсь. Пять, около пяти где-то минут. Около пяти минут. Так, викинга. Еще одного бы быстро забрать. Еще бы одного быстренько забрать. Противник как-то очень пассивно у нас стоит. Если бы противник чуть более открытым, может быть, был бы... Может быть, здесь бы и побыстрее бы накопление овердрайва викинга у меня бы пошло. Так, еще один кильчик. Хорошая хилинга и зидочка срабатывает под меня. Так, рельсочки, тычку даем под дашечкой. Еще под дашечкой. Так, и улетаем на рез. 80% овердрайва, полторы минуты. Короче, где-то от полторы до двух минут накопление овердрайва у нас с викингом на драйвере. Что является очень быстрой оверкой. Прям мега-быстрой. И я, честно говоря, хотел бы получить бы себе это устройство на основной аккаунт. Это было бы очень неплохо. Хотя я, если честно, сейчас там играю на диктаторе. В большем своем виде. Хотя вот на диктатора бы, если бы... Драйверочек на диктатора. Ой, Орех, если вдруг ты меня слышишь. Орех, надо на диктатора драйверочек оформить контактовый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было бы очень вкусненько. Так, по джаггернаута раскрывашку делаем. Хорошую. Раскуриваем. Раз. Два. Трис. И еще добавить. Нет, добавить еще не успеваю. Две с половиной минуты у нас до конца. Сейчас как раз с респа будем пробовать накопить еще один овердрайв. Ну и посмотрим, сколько у нас будет скорость по ластецкому овердрайву. В целом, пока что все варьируется от полторы до двух минут. На мега донате, я как и уже сказал, у меня было около двух минут на накопление овердрайва потрачено. Ой, шикарный килл. Шикарный килл. Это сколько я сейчас за эти киллы процентов сразу добавил себе. Наверное, очень вкусненько. Если вы смотрите, то сразу можете посчитать, посмотреть. Так, с Вадейла мне залетает или не мне? Нет, благо не мне. Скорпион под овердрайвом еще и сводки оформляет. У него овердрайв. Зачем он сводки оформляет? Не понимаю. Так, сколько у нас было? Три минуты, да? Около трех было вроде как. Вроде как около трех было. 60% овердрайва уже есть. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, улетаем в минус. И у нас еще полторы минутки имеется. 70% овердрайва уже есть на контактик. Очень хорошо, очень хорошо сейчас по скорости, по ощущениям. Или две с половиной было минуты. Я что-то как-то проморгал по времени, сколько было. Но вы смотрите, вы все это дело можете сразу подсчитать и посмотреть. Пока что выглядит очень-очень неплохо. Овердрайв появляется уже на минуте 20 до конца. Офигеть! Походу это очень вкусняцкая темочка сейчас у нас залетела. Ну и самое главное, что вы с викингом можете как раз-таки и реализовывать какие-то вот такие вот интересные комбинации с викингом, которые работают всегда на постоянной основе. Вот, например, гром на дальность. Если у вас есть либо какая-нибудь рельса на дальность. С викингом эти вооружения будут давать максимальную прибыль для вас. Ну и в рамках этого боя, при том, что я запикался в середину катки, 37 килов я успел дать, при том, что это джаггернаут. И в моменте я пытался еще и сливать вражеского джаггера. Очень неплохой результат. И, как следствие, реализация викинга с драйвером проходит на великолепном просто уровне. И если, ребяточки, у вас... Ну как есть возможность? У каждого есть возможность выбить сейчас этого драйвера. Потому что в сумме я подсчитал, где-то около 150 ультраконтейнеров можно зафармить за этот ивент на халяву. Поэтому, ребяточки, формите максимум ультраконтейнеров и старайтесь выбивать... Извиняюсь, ребяточки, но, как говорится, правду говорю, правду говорю. Старайтесь выбивать этот замечательный драйвер. Надеюсь, что всем выпадет этот замечательный устройствик. Ну и каждый сможет испытать эти эмоции. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился. За данный обзор и за оперативность. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше по тегу. И также подписывайтесь на тележечку, ссылочку на которую есть в описании. Что касаемо скинов Викинга Фриза и их обзора, видеоролик тоже буквально недавно вышел на канале. Если вдруг его не видели, то тоже переходите и смотрите. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.